Эрнест Миллер Хемингуэй – великий американский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года. Хемингуэй был самым переводимым на русский язык зарубежным писателем во времена Советского Союза. В странах Европы этого одаренного человека называли «мастером пера номер один». Писатель родился в Америке 21 июля 1899 года. Его отец был врачом, а мать занималась воспитанием детей. С детства отец прививал ему любовь к природе в надежде, что сын пойдет по его стопам и будет изучать естествознание с медициной. А мать будущего писателя настаивала на занятиях музыкой. Хемингуэй начинает писать уже в школьные годы. Кроме того, он был хорошим спортсменом, занимался футболом и боксом. После окончания школы он поступил на работу репортером в газету «Канзас-Сити». Вскоре он был мобилизован и отправлен на службу в Красный Крест в Италии. Из-за плохого зрения он начал служить шофером, но вскоре переходит на передовые позиции. В июле 1918 года Хемингуэй был серьезно ранен осколками снаряда в обе ноги. За воинскую доблесть он был дважды награжден итальянскими орденами. Вернувшись в Америку, он на протяжении нескольких лет проработал репортером в канадской газете. Первый сборник рассказов писателя в наше время вышел в 1925 году. Триумф к мастеру пера пришел через год после публикации романа «И восходит солнце». Мировую известность Хемингуэй принес роман «Прощай оружие». После он написал несколько новых рассказов «Смерть после полудня», «Зеленые холмы Африки», «Снега Килиманджаро», «Роман иметь и не иметь». Новый период творчества связан с участием Хемингуэя в Испанской революции, во время которой он был военным корреспондентом. Этот опыт дал ему много новых идей для репортажей, очерков и рассказов. Крупнейшими произведениями того периода стали пьеса «Пятая колонна» и роман «По ком звонит колокол». В 1949 году писатель переехал в Солнечную Кубу и возобновил литературную деятельность. Там в 1952 году была написана повесть «Старик и море». В 1954 году это произведение повлияло на присуждение Хемингуэя Нобелевской премии по литературе. В 1956 году Хемингуэй начинает работу над автобиографической книгой «Праздник, который всегда с тобой», «О Париже 20-х годов», который вышел только после смерти писателя. В 1960-х годах Эрнест возвращается в Америку. 2 июля 1961 года Эрнеста Хемингуэя не стало.